всем привет друзья пока готовился записывать данный ролик который касался позеленевшего набу и сытника который никак не может высунуть свой язык из из богдана появилась очень хорошая новость новость о том что портнов ну на одного портновского заутырка богдана в правительстве становится меньше вроде как сорока принесла в общем на хвосте что богдану в офисе президента ну уже все вот в принципе упырь приплыл но принципе ролик как раз и касается сегодня вопроса набу на просто эффективности работы главы набу сытника и управление этим этой структурой непосредственно богдана хочу начать непосредственно с истории с истории возникновения набу давайте вспомним набу появилась в октябре месяце 14 октября 2014 года я говорю это специально чтобы никто не мог сказать потом что такому мощному антикоррупционному органу нет не было времени не дали там на раскачку и так далее они еще не успели себя показать хочу напомнить что сытника назначили в в апреле 2015 года то есть этот человек фактически пять лет уже возглавляет данную службу это тоже к тому чтобы никто не сказал что сытник его молодая команда еще не успели ребята себя показать вот ну почти пять лет уже работы они там ну не успели себя показать вот так же многие могут говорить что сытник работал и на него было оказывалось какое-то давление от бывшего президента украины петра порошенко вот поэтому было давление и не было раскрываемости так сказать коррупционеров нет ребята тут простейшая аналитика откройте статистику откройте google посмотрите аналитику сми сытник выходил в сми он такой весь кусающийся зуба ты такой весь уверенный в себе мы там том этом то а вот сегодня как раз вот уже девятый месяц десятый уже сытник потихонечко сидит молча и его служба набу клепает заказные уголовные дела по заказу от нынешней зеленой власти и под управлением непосредственно самого богдана и клепают они уголовные дела которые даже не касаются их их даже можно сказать структуры да вот и клепают непосредственно по политическим врагам оппонентам нынешней власти ну вот ну об этом я сейчас и буду рассказывать для себя граждане украины еще должны понимать такие простые вещи я сейчас хочу рассказать о финансовой статистике по такому серьезному и важному для украины жизненно необходимому органу как набу и так у меня есть статистика за 2018 год эта статистика касается финансирования набу значит набу и сад в 2018 году получили сумму набу получила 800 более 857 миллионов сам получил чуть более 116 миллионов то есть всего ребята получили за свою важную работу деятельность в восемнадцатом году более 9973 миллионов гривен вот при этом эффективность их работы составила то есть они вернули назад в казну от коррупционеров от этих вот великих обозначенных посадок еле-еле вернули 200 тысяч то есть фактически 800 ой 200 миллионов извините то есть фактически 800 миллионов налогоплательщики выкинули просто спустили в унитаз и потому что ну наверное как и вы я тоже каждый день я смотрю телевизор смотрю громкие заявления но никак ни одного ни одной посадки какого-то важнейшего коррупционера к примеру такого как коломойский с приватбанком я не видел и не слышал вот поэтому а какой вообще эффективности данной шарашкиной конторы может идти речь эту контору уже давно нужно было просто-напросто разогнать как абсолютно неэффективную и убыточную если честно вот закончился девятнадцатый год и я ожидаю статистику и отчету по работе эффективности девятнадцатого года потому что по восемнадцатому минус восемьсот миллионов а это восемнадцатый год это уже четыре года существования самого набу и три года как три с половиной года как это набу возглавляет сытник но вот и перехожу на персонажей которым набу стало эффективным а вернее персонажей которым набушники вот реально засунули свои языки глубоко в одно место для того чтобы усидеть на своих стульях как я уже говорил глава офиса президента андрей богдан манипулируя своим влиянием на зеленского впихивает своих людей в различные силовые структуры и с их помощью давит на оппонентов в принципе так же как и делал когда-то саша янукович он же стоматолог богдан таким образом начинает отжимать бизнесы в принципе уже в кул в кулуарах богдана называют новый саша стоматолог таким образом на наших глазах постепенно формируется антиконституционная модель решала высшего уровня андрей богдан используя своих карманных силовиков сочетает себе и следователя и прокурора и судью обладая по сути неограниченной властью в стране внешняя сторона процесса узурпации богдана власти более или менее понятно он использует свою близость президенту зеленскому пугает всех до смерти пугает не совсем опытных силовиков заставляя их принимать нужды богдану решения а потом выбрасывает отработанный материал за ненадобности ну в принципе это аналогично с трубой которого использовали и потом просто напросто выкинули в принципе да так произошло с трубой он выполнял прихоти все прихоти серого кардинала богдана а теперь уволен со скандалами и позором похожая ситуация сейчас и с директором набор темом сытником которого андрей богдан использует давно и очень интенсивно но если до прихода зеленского к власти сытник хотя бы получал какую-то денежную компенсацию за свою работу то теперь сытник выполняет указание богдана только за возможность удержать свою задницу в кресле в темном в теплом месте но главным вопросом украинского общества остается понять мотив таких действий богдана он желает власти мести или денег я конечно не располагаю всей картиной происходящего на банковой в офисе президента в принципе отдельные фрагменты говорят о чисто меркантильных интересах богдана который видимо решил за вот это короткое время пребывания при власти стать миллиардером схема богдана проста он делает предложение владельцу бизнеса с половины если тот отказывается он начинает открывать уголовные дела и кошмарить с помощью ручных силовиков и судей уже и бахматюк и микитаси многие другие уже ощутили как кошмарит новый саша стоматолог и сытник как ручная собачка не упускает возможность доказать новому хозяину свою преданность и полезность сейчас подконтрольная сытнику ведомство полностью лежит под богданом ни одного дела в отношении правителей партии слуга народа не открывается такое указание спущено непосредственно от главы офиса президента например те же недавние скандалы с кучей активов а-ля слуги александра дубинского или те же скандалы с незадекларированной виллой ткаченко набу даже не пошевелится более того о незадекларированной вилле ткаченко на трухановом острове знает пол украины депутаты верховной рады окликали экс-гин директора 1 плюс 1 сашко трухановский но при этом всем на мое заявление в набу я получил только тупую отписку хотя мне сообщалось что меня должны были вызвать и для дачи показаний и так далее у меня там еще осталось огромное количество материалом о чем я писал заявление но она это никто не обратил внимание сказали одно через месяц пришла просто тупая отписка спонтом бондаренко до свидания пошел нахер никакой коррупции нету в том что ткаченко арендовал в рекреационной зоне днепра на берегу днепра на трухановом острове виллу которая не существует ребята мне хотелось бы просто посмотреть на этот гребаный договор аренды на то чего нет в принципе у меня все не может он арендовать эту виллу потому что ее нету и не может быть ни одного юридического документа поэтому если вы позвонил кто-то у вас там от ткаченко сказал саша здрасте что нам делать он сказал я арендую а ну мы так и запишем вы арендуете то тогда идите нахер просто-напросто со своей работой антикоррупционной со своей службой но в общем на слух богдан поставил силовикам блок в общем построение коррупционной вертикали богдан гпу набу гпр она продолжается такими себе ускоренными темпами интересно другое понимает ли сам сытник или и другие силовики что их также используют и выбросят как использованную трубу принципе и богдан не вечен потому что по сегодняшней информации может быть он уже бежит куда-то в сторону российской границы а может быть его даже ждет судьба того же саши стоматолога также друзья не стоит забывать что главная цель богдана это киев киев и его ресурсы естественно возможность доить городской бюджет и получать откаты от застройщиков и хотя на данный момент страсти вокруг кресла киевского мэра немножко так по утихли очередные выборы городского главы по все видимости состоятся как и запланировано 25 октября 2020 года однако я скажу так что это лишь такое маленькое затишье перед боем как я уже говорил ранее богдан с помощью карманных силовиков и судей продолжает кошмарить оппонента как конвейер штампуя уголовные дела то по оконным рамам то по байдаркам топали там то еще по хер его знает чему и штампуются со скоростью одно уголовное дело в неделю в суде одно там уголовное дело то там то там то в сбу то в набу то еще где-то но он просто трэш после того как богдан направил премьер-министру гончаруку письмо с предложением уволить главу кмда виталий кличко подал суд два иска в одном он потребовал признать действия кабмина о внесении предложений по его увольнению незаконным а другом обвиняет богдана в уголовном преступлении превышение полномочий в результате этого 9 декабря стало известно что нацполиция еще в конце ноября внесла в ердер секундочку я скажу номер внесла в ердер номер 120 191 8 0 12 77 сведения о признаках уголовного правонарушения по статье 356 самоуправства очевидно что имеется в виду самоуправства андрея богдана ведь выставлять требования к админу подать представление на увольнение главы кмда точно не входит в полномочия даже главного решалы страны однако в конфликте участвует не только кличко и богдан параллельно с этим еще один слуга народный депутат ранее генпродюсер телекомпании г плюс г игоря коломойского александр ткаченко тот же сашко трухановский проводит так называемые общественные встречи и круглые столы на тему своего нового законопроекта о столице который подразумевает разделение полномочий избирает полномочий мэра и руководителя к мда в ответ на это в декабре прошлого года кличко выступает в конституционном суде украины по поводу обращения народных депутатов относительно предоставления официального толкования основного закона в части осуществления местного самоуправления государственной власти в столице с помощью этого дела в ксу деструктивный законопроект ткаченко пытаются признать неконституционным еще до его голосования в парламенте как я уже сообщил помимо позеленевшего сбу на богдана также работает набу и набу также начала отрабатывать заказухи по мэру столицы украины виталию плечко а также как они считают по всем его приближенным как на работе таки в личной жизни набу сообщает о подозрении бывшему депутату верховной рады и советнику мэра кива дмитрию белоцерковцу как написано в пресс-релизе набу экс-депутат в своих декларациях в 16 и 17 годах якобы не указал что пользовался недвижимым имуществом своей мамы которая антикоррупционеры оценили в 3 8 миллиона гривен как стало известно со слов самого белоцерковца причиной уголовного дела вернее преследования стал тот факт что супруга с сыном периодической находилась у мамы то есть привозила ребенка к бабушке так как нужна была какая-то или помощь или посидеть ребенком ну это семья каждый понимает что что такое бабушка и какую помощь бабушки оказывают антикоррупционеры установили и задокументировали факт причем путем отслеживания и фиксации доставки памперсов из какого-то интернет магазина по конкретному адресу где проживала мать белоцерковца вот и в принципе все пользование не за декларированным имуществом то есть таким образом они сказали что раз памперсы пришли туда бабушки значит дима до церковец там живет и он должен был регистрировать декларировать это имущество тут у меня друзьям возникает такой вопрос скажите мне пожалуйста сколько стоят самые дорогие памперсы в мире ну пускай даже в украине 100 гривен 200 гривен до 50 долларов 100 долларов сколько до херушки памперсы сытника за заказ богдана и зеленой власти обошлись нам с вами в 3 миллиона гривен именно столько было потрачено на заказное расследование по было церковь по этим памперсом я тут друзья зачитаю значит это пост дмитрия белоцерковца 5 лютого 18 25 фейсбук как антикоррупционеры потратили 3 миллиона гривен на охоту за памперсами моего трехлетнего сына набу вместе с сапом любят помимо своих основных функций еще и заниматься политическими заказами и репрессиями даже самых смехотворных формах бегая за памперсами в прямом смысле этого слова почитал сми что мне это бы вручили обвинительный акт относительно недостоверной информации в декларировании хотя этого пока не было но при служба сап очень торопилась что забыла о необходимости соблюдения юридических процедур что еще раз подтверждает предвзятости политическую мотивацию ничего при встрече с прокурором и псевдо активистом вручу им в ответ по памперсу который им пригодятся в суде почему именно памперс этот явно а этот явно мотивированные кем-то детектив и прокурор пытаются абсурдно обвинить меня в декларировании недостоверной информации в какой-то мелочи изучив материалы делала вместе с адвокатами могу с уверенностью сказать что ни одного прямого доказательства в следствии нет все основано на домыслах и воображении обвинения напомню дело пытается мотивировать тем что в семнадцатом году мой новорожденный сын и жена периодически находились у моей матери с целью присмотра за ребенком интересно кто не оставляет ребенка у бабушки а ключевой элемент доказательной базы адреса доставки памперсом самое абсурдное в этой ситуации что что я отправил в назыка письмо где спросил должен ли декларировать имущество матери учитывая что она время от времени присматривает за ребенка ответ агентство был нет более того назыка которая является единственным органом уполномоченным проверять электронные декларации провели полную проверку моей декларации за 17 год и не выявила нарушений цель обвинения мне непонятная на к сожалению банально в лучших традициях украинской политики борьба за власть в киеве и попытки ослабить мэра киева виталия кличко членом команды которого я являюсь цель заказчиков этого дела запугать нас ослабить отвлечь меня как от города так и от городской избирательной кампании а теперь вишенка на тортике на это абсурдное политически мотивированное преследование меня набу по нашим подсчетам было потрачено около трех миллионов гривен налогоплательщиков 3 миллиона потратили граждане украины на то чтобы детективы ведомства созданного для борьбы стоп коррупции охотились за памперсами ну я на этом на этом посте я остановлюсь то есть мы понимаем что памперсы об усытника стоит для нас для нас налогоплательщиков для граждан украины эти памперсы стоят 3 миллиона как я уже говорил богдановская сбу вдруг резко заинтересовалась коммунальным предприятием кп gift и начали массово открывать уголовные дела давайте подумаем а почему богдана заинтересовал именно кп gift и так миллион киевлян ежемесячно видит это странное такое сочетание букв на своих платежках за коммунальные услуги стоит ли говорить что процесс формирования оплаты тарифов за электроэнергию воду и другие коммунальные услуги являет в обществе один одним из животрепещущих неисправный лифт на этажке и того страшнее ведь может вывести из себя любого человека представьте себе только общественный резонанс уголовного преследования людей от которых приходит дурная весть повышение тарифов на газ или тепло другой весомый аспект значимости работы главного информационно-вычислительного центра города киева заключается в комфортности передвижения по столице именно гирс преимущественно координирует работы по внедрению единого электронного билета киев смарт-карт который пообещали запустить до будущего апреля заблокируйте обысками и выемками работу гирс напугайте сотрудников допросами что сегодня и в принципе происходит и работа одного из важнейших коммунальных предприятий будет полностью блокирована что приведет к срыву внедрения электронного билета кто в этом будет виноват ну конечно же не богдановская СБУ но конечно же не бога богдановский какой-то судья оказывать на них давление противозаконно в принципе на городского голову но тут сколько угодно обещал киевлянам переход на удобные системы проезда оплаты проезда и не сделал в общем такой себе шикарный профит для политического оппонента на следующих выборах также я хочу напомнить о том что бюджет города киева составляет 64 миллиарда гривен а это почти вдвое больше чем текущее состояние игоря коломойского в борьбе за такие деньги не то что нескольких уголовных дел а еще и нескольких сериалов с уголовными делами можно снять соорудить и так далее к сожалению настолько необходимая столице реальная борьба с коррупцией опять упирается в политическое мотивирование действия и и бездействия на концовку у меня информация для одноразовых латексных слух богдана друзья вашему хозяину осталось совсем недолго возможно даже в течение пару дней с момента выхода этого ролика сегодняшний аля сашко стоматолог отправиться на россию к саму виде овощу искать новую работу а возможно даже сейчас когда я общаюсь с вами он где-то добегает до российской границы портного также могут отправить в прошлое в невозвратное прошлое потому что она уже столько на трендела править не про виселицы для майдановцев и прочую хрень поэтому в принципе все идет к тому что его отправят безвозвратно вот возьмут и отправят так вот подумайте чем занимаетесь вы когда вас выкинут чем будете вы заниматься когда вас выкинут как использованные ну вы поняли использованные всем пока и